МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Полина Толмачёва. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. Сегодня в нашем выпуске вы увидите импортозамещение в Подмосковье, вопросы поддержки предпринимателей обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Обновленное пространство. Капитальный ремонт в Старогородковской школе-интернате проверил глава Андрей Иванов. Городское благоустройство. Специалисты рассказали, какие из конкурсных объектов округа наиболее популярны среди населения в голосовании. Организация летних каникул. В Одинцовском округе перед открытием сезона комплексную проверку проходят детские оздоровительные лагеря. Найти новый дом. В парке Раздолье прошла выставка собак и кошек, которые ищут хозяев. И чудо шашки. В Одинцовском округе состоялось открытие ежегодных всероссийских соревнований по шашкам. 25 мая свой день рождения отмечает один из самых популярных футбольных клубов СССР и России «Зенит». Официальной датой его рождения принято считать 25 мая 1925 года. Именно тогда собрали футбольную команду физкультурного кружка Ленинградского металлического завода. Чем еще примечателен сегодняшний день, узнаем в нашей рубрике. 25 мая 1682 года в Москве начался стрелецкий бунт. После смерти царя Федора Алексеевича к власти пришла царевна Софья Алексеевна. Стрельцы оказались ей не нужны. Расправа не заставила себя ждать. В сентябре 1682 года главных зачинщиков бунта казнили. Они постепенно утратили не только былые права, но и средства к существованию. Более 150 лет назад, в 1869 году, открыли Венскую оперу. Придворная опера в Вене возникла еще в середине XVIII века, но спектакли шли в различных театрах. Специальное здание начали строить в 1861 году по желанию императора Франца Иосифа I. А открыли его постановкой австрийского композитора Вольфганга Моцарта Дон Жуан. Строение сразу признали одним из лучших в театральной мировой архитектуре, а сама Венская государственная опера стала крупнейшим и ведущим оперным театром Австрии. Ежегодно 25 мая в России отмечают День филолога. Также сегодня трогательный экологический праздник – День нерпенка. Его цель – защитить нерпу и ее двухнедельных малышей, охота на которых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия из меха этих животных. 25 мая родился советский космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко. Жизнь Георгия Михайловича была насыщенной и многогранной. Множество увлечений, разряды по нескольким видам спорта, съемки на телевидении и в кино на протяжении долгих лет сочетались с активной общественной деятельностью, не говоря уже о сложнейшей подготовке к космическим экспедициям и научной работе. Также в числе сегодняшних именинников выдающиеся российские актеры Олег Даль и народный артист РСФСР Александр Калягин. На сегодняшний день в Подмосковье реализуют 151 проект по импортозамещению. В планах на этот год открыть еще 50 предприятий. Такие результаты стали возможны благодаря мерам по поддержке малого и среднего бизнеса, которые работают в области. С 1 июня в регионе стартуют новые субсидии и дополнительные сервисы. Поддержка предпринимателей стала одной из тем еженедельного совещания главы муниципалитета Андрея Иванова, которое прошло в окружной администрации. В современных реалиях бизнесу в нашей стране приходится непросто. Однако именно экстремальные условия дают толчок для поиска новых решений, говорят сами предприниматели. Так, благодаря мерам поддержки, которые предлагает команда губернаторов в Подмосковье, успешно работает программа по импортозамещению. Это отдельное магистральное направление, которое сегодня имеет существенную федеральную поддержку Фонда развития промышленности. Кроме федерального есть и региональный фонд. Это еще одна возможность всем средним и, прежде всего, крупным предприятиям, которые хотят реализовать проект импортозамещения, получить на 5-7 лет деньги под 1%. Всего в Подмосковье реализуется 151 проект по импортозамещению. Кроме того, в области стартуют субсидии на приобретение и лизинг оборудования. К услугам предпринимателей и информационное сопровождение все меры господдержки активно применяются в нашем муниципалитете. В нашем округе 20 миллионов рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. Поэтому показателю Одинцовский округ является лидером среди муниципальных образований Московской области. Муниципальные конкурсы проводятся позже, ориентировочно октябрь-ноябрь. Виды конкурсов у нас такие же, как областные, по модернизации и по социальному предпринимательству. Артем Соколов развивает бизнес на территории нашего округа более 13 лет. Вместе с братом организовал сертификационное бюро. Говорит, находится в тесном сотрудничестве и взаимодействии с местной властью. Мы являемся исполнителями по оказанию услуг, по сертификации для тех, кто получает субсидии от нового бизнеса. Вы знаете, наверное, что процентов 70-85% от 70-85% может быть компенсировано за трат по сертификации. Мощная поддержка оказывается и внутри бизнес-сообщества округа. Общественные организации, опора России, сообщества предпринимателей регулярно проводят встречи представителей бизнеса, семинары, обучающие мастер-классы. Есть сообщества для того, чтобы предприниматели общались друг с другом и могли передавать друг другу опыт. А это крайне необходимо, потому что часто бывает предприниматель бьется об какие-то проблемы, а на самом деле они встречаются очень часто, и их можно просто спросить у другого предпринимателя и тебе спокойно объяснят. В преддверии Всероссийского дня предпринимательства в муниципалитете также организован ряд мероприятий и встреч. Такое тесное взаимодействие бизнеса и власти дает только положительные результаты. В области поддержки предпринимателей Одинцовский округ традиционно в лидерах по Московской области. По итогам первого квартала 2023 года мы заняли первое место в подмосковном рейтинге предпринимательского климата. В этом рейтинге оценивалось число субъектов малого и среднего бизнеса. У нас их 28 с половиной тысяч. Еще 31 с половиной тысяча самозанятых. Тоже самое большое количество подмосковья. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В старой городковской школе-интернате усиленными темпами идет капитальный ремонт. Подарить детям с ограниченными возможностями здоровья обновленное пространство для развития и обучения это бесценно. Глава округа Андрей Иванов посетил площадку и проверил соблюдение графика работ. Елена Краева с подробностями. Учебный год подходит к концу и, казалось бы, самое время подумать об отдыхе. Однако, в старогородковской школе-интернате имени Фурагиной активно проводят капитальный ремонт. Успеть за три месяца воссоздать и благоустроить пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья цель, на достижение которой брошены все силы. У нас конец мая, это неделя. А люди у нас практически соответствуют. Все виды работ, которые здесь прописаны в графике, мы спокойно успеваем. А вставания нигде нет? Ну, немножко впереди мы сейчас. Чуть-чуть впереди даже. Ага. Строительная готовность объекта составляет 65%. На первом этаже здания устанавливают перегородки, выкладывают плиткой санузлы. Помещения второго этажа уже готовы под покраску. На улице проводят работы по облицовке фасада. Сколько еще времени на фасад уделок? На фасад до 15 июня стоит у нас задача выйти, ну, спуститься вниз, потому что нам еще откапывать и гидроизоляцию делать. Завершение ремонта ждут дети, их родители и, конечно, руководство интерната. На этапе проекта они излагали пожелания, которые теперь воплощаются в жизнь. Самое главное, продумано все для обучения детей с УВЗ. Это дети с аутистическим спектром, это дети с различными ограниченными возможностями здоровья. Продумано для мелочей их классные комнаты, их спальные помещения. Дело в том, что школа-интернат это интернат, где дети проживают в течение пяти дней. И задача была создать здесь также домашнюю обстановку для их пребывания. После завершения ремонта в школе появятся обновленные кабинеты логопеда, дефектолога, психолога и адаптивной физкультуры. Учебные классы оборудуют специальной мебелью. Прилегающую территорию благоустроят. Здесь будут игровая и спортивная площадки, теплица, зона тихого отдыха и новая парковка. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Более пяти тысяч человек посетили мероприятие «Парковый ответ», которое прошли 20 мая более чем в 60 подмосковных парках. Все желающие приняли участие в посадке растений, семян укропа, петрушки, многолетних цветов и овощных культур. Для гостей организовали пикники под открытым небом и оборудовали торговые площадки для продажи семян растений. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Программа «Пешком» пользуется популярностью среди жителей Подмосковья. Пешеходные коммуникации, проложенные по народным маршрутам, помогают сократить путь до важных инфраструктурных точек, да и просто радуют горожан благоустроенной системой. Этим летом программа, финансируемая из регионального и муниципальных бюджетов, продолжит свой маршрут по координатам Подмосковья. Благоустроят 585 тропинок в 43 муниципалитетах, в том числе 26 в Одинцовском округе. Расположение народных троп выбиралось в соответствии с мнением жителей, письма, обращения на портал Добродел и в ЦУР. Третий сезон международной премии «Мы вместе» стартовал 18 февраля. С учетом большого интереса к проекту срок заявочной кампании продлен до 31 мая. Общий грантовый фонд премии 90 миллионов рублей. Участники могут подать заявку в 11 номинациях в различных сферах, в том числе помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и другие. Полуфинал премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев «Мы вместе». Победители получат общественное признание, грант на реализацию инициативы до 3 миллионов рублей, путешествия по России, информационную поддержку от партнеров. Подмосковная сборная показала лучший результат в командном зачете на чемпионате России по спортивной акробатике, завоевав четыре медали соревнований золото среди женских пар, серебро среди мужских пар, серебряную награду в дисциплине мужская группа и бронзу в женской группе. Спортсмены представляют региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, субголимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спортивную школу «Старый городок». 40-й чемпионат России по спортивной акробатике прошел с 16 по 21 мая в Волгограде. В главном национальном старте приняли участие 308 человек из 24 регионов России. И вновь к новостям округа. Всероссийское голосование по формированию комфортной городской среды близится к своему завершению. Волонтеры, задействованные в проекте, рассказали, какие из заявленных конкурсных объектов округа наиболее популярны среди населения. А также жители Одинцова поделились своими пожеланиями по благоустройству городской центральной площади. Время перемен. По всей стране с 15 апреля идет всероссийское голосование по формированию комфортной городской среды. Благодаря этому проекту жители сами могут выбирать места будущего благоустройства и проекты по его реализации. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Голосование проходит уже в третий раз и становится все более популярным и востребованным. Для большего охвата жителей на всех территориях работают волонтеры, информируют людей о нацпроекте и помогают отдать голоса за тот или иной объект. В этом году от Одинцовского округа в конкурсе участвуют 24 локации. Подводить итоги пока рано, но уже можно отметить наиболее популярные места. Голосование в Одинцовском округе проходит уже месяц. Популярностью пользуется в городе Одинцово. Это площадь около администрации и пляжная зона в Успенском. Также в Кубинке это площадь, центральная площадь. И в Голицыно это сквер около церкви Серафима Саровского. Центральная площадь в Одинцове словно зеркало городской истории. В 70-х годах прошлого столетия она выглядела пустынно. Сейчас здесь все совершенно по-другому. Но буквально в 2024 году эта зона отдыха может стать еще комфортнее. Мы узнали у жителей Одинцова какие элементы благоустройства они хотели бы видеть на этой площади. Что по-вашему здесь не хватает? Здесь можно улучшить, конечно, поставить уличные тренажеры. Здесь может быть как-то асфальт обновить. В некоторых может быть местах хотя бы или где-нибудь еще. Еще один из наиболее востребованных запросов здесь благоустройство пруда знаменитой баранки. Некогда обычный песчаный карьер сегодня это излюбленное место отдыха горожан. Мне бы хотелось как жительница Одинцова я почти 60 лет уже здесь живу чтобы вот это место очень красивое немножечко облагородили. Сделали как зону отдыха для жителей нашего города. Чтобы люди могли окунуться в жаркую погоду позагорать то есть отдохнуть полноценно. Полный перечень конкурсных объектов Одинцовского округа доступен на официальном сайте проекта. Там же до 31 мая можно проголосовать за выбранную территорию и сделать свой населенный пункт лучше и комфортнее. Полина Толмачева Илья Павлов телекомпания Одинцова С наступлением летних каникул родителям необходимо позаботиться о безопасности и полезном детском досуге на ближайшие три месяца. Оздоровительные лагеря Подмосковья готовы принять у себя школьников в возрасте от 7 до 14 лет. В Одинцовском округе будет работать шесть таких учреждений. Сейчас они проходят комплексную проверку. Рассказывает Полина Бахова. В Одинцовском округе прошла комплексная проверка детских оздоровительных лагерей. На нашей территории в летний период будет работать шесть таких учреждений. Это лагерь Радуга в Пронском, Орленок в Звенигороде, лагерь настоящих героев в парке Патриот, Объединенное Королевство в лесном городке Искра в Сватове и детский лагерь университетский в деревне Волково. Практически все они соответствуют нормативным требованиям. И вижу, что например, по сравнению с прошлым годом материально-техническая база улучшена. То есть вкладывается действительно средство в том, чтобы детям было комфортно. Обновляется и оборудование на кухне. Очень, скажем так, грамотно, на мой взгляд, пищеблок укомплектован. Да, и оборудование, и посуды. Очень профессионально также сделан медицинский блок. Комиссия, состоящая с представителей администрации Управления опеки и попечительства, правоохранительных органов, пожарных и медиков, осмотрела помещение и территорию лагерей. Каждый оценил их состояние с точки зрения своего направления. Учли все необходимые детали. В темноте и вот это, и вот это. Мы же смотрим. Это простая бумага, это простой картон. Помимо стандартных противопожарных и антитеррористических требований, для полноценного отдыха ребятам необходимо обеспечить интересный и полезный досуг. Чтобы детям было интересно, надо полностью заполнить их досуг. И какой-то и кружковой деятельностью, и безусловно, и может быть каким-то образовательным компонентом, но также и, скажем, и определенным и патриотическим направлением. То есть, сделать их действительно наполненной досуговой деятельностью, чтобы детям было интересно, и они хотели еще и еще раз вернуться в этот лагерь. Четыре лагеря полностью готовы принять у себя юных отдыхающих. Еще в двух необходимо исправить мелкие недочеты перед прохождением повторной проверки. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Городская познавательная акция «Единый день открытых дверей» пройдет 27 мая в библиотеках и культурных центрах столицы. Ее участники смогут посетить более 280 культурных площадок. Это экскурсии, интерактивные шоу, творческие мастер-классы и другие мероприятия. О других событиях в столице смотрите в следующей рубрике. В столице пройдет международная выставка форум архитектуры и дизайна «Арх.Москва». Она откроется 24 мая. В мероприятии примут участие институты развития, девелоперские компании, архитектурные студии, дизайн-бюро и профильные учебные заведения. Ежегодно на площадке презентуют инновационные решения в сферах проектирования, строительства и оформления пространств. Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет. Новые работники здесь обучаются, а опытные мастера повышают квалификацию. Учебный центр есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы. Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными местами в Москве. В частности, их установили возле станции метро «Сокольники», ВДНХ, Проспект Мира, Парк Культуры, Киевская и Савеловская. Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее. Теперь горожане могут быстрее получить ответ на свой вопрос о столичной медицине, образовании, жилищно-коммунальных услугах или найти контакты городских служб и ведомств. На портале mos.ru заработал новый раздел «Помощь». В нем можно найти более 430 инструкций о возможностях города, например, как получить карту москвича, полис ОМС или водительское удостоверение. Далее в программе. Найти новый дом. В парке Раздолье прошла выставка собак и кошек, которые ищут хозяев. Чудо-шашки. В Одинцовском округе состоялось открытие ежегодных всероссийских соревнований по шашкам. История ветерана. Галина Шаюк рассказала о своем блокадном детстве для нашей рубрики про людей. В парке Раздолье прошла выставка собак и кошек, которые ищут хозяев. Уже в третий раз благотворительная акция собирает всех любителей животных и помогает четвероногим питомцам найти свой дом. Репортаж нашего корреспондента. Бали доброжелательная и любит общаться с людьми. На выставке в парке Раздолье она принимает участие впервые и очень ждет встречи со своими будущими хозяевами. Я волонтер в приюте, куратор конкретной собаки. Я с ней уже три года знакома. Родилась она в приюте щенком, к сожалению, уже приютской. И мы стараемся ее пристроить. Она очень добрая, ласковая, нежная. Для гостей выставки животных «Подари хвосту Раздолье» провели дефиле собак и кошек и предоставили возможность пообщаться с четвероногими друзьями. Также в программе были интересные мастер-классы и советы от кинолога. Обычно это не просто выставка собак и кошек, а это большое мероприятие с концертной программой, с мастер-классом для детей, с ярмаркой. И все вырученные средства, естественно, идут на помощь собакам и кошкам. В выставке приняли участие около 15 собак и 4 кошки. Команда волонтеров «Мы вместе» приглашает всех желающих вступать в ее ряды и помогать четвероногим друзьям. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Открытие ежегодных всероссийских соревнований «Чудо-шашки» прошло в Одинцовском округе. 150 шашистов из 30 регионов страны состязались в своих умениях. Кто завоевал звание чемпиона, расскажет Екатерина Крамор. Тщательное продумывание ходов, а еще быстрота реакции и способность находить нестандартные решения. Шашисты со всей страны встретились в селе Покровское, чтобы сразиться на традиционных ежегодных всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки». Здесь сейчас четыре знаковых мероприятия, очень важных, всероссийских. Самое первое мероприятие это наши любимые «Чудо-шашки». Присутствует больше 30 регионов и соответственно больше 150 детей. Здесь играют не только ребята из общеобразовательных учреждений, но и участники из мужских и женских команд. Всероссийский отборочный турнир перед чемпионатом мира. Очень важный, очень знаковый турнир. И два соревнования всероссийские, это 100 клетки и 64 тоже здесь спортсмены. Поддержать участников приехали и активисты местного отделения «Единой России». Мы рады, что они к нам приехали и гордимся, что Щелково пока лидирует, Одинцовцы тоже тут немножечко как-то стараются, но самое главное должна победить дружба. Поэтому всех приветствуем на нашем турнире по шашкам. Андрей приехал на соревнования по шашкам из Щелково. Сначала играл в своем регионе с самыми сильными противниками из электростали и ступина. Ну, в целом, я первый раз вышел на всероссийские соревнования, но в 2019 году до пандемии наша команда вышла и заняла четвертое место. Всего на площадке в Покровском сошлись более 300 спортсменов. Каждый участник смог показать свой профессиональный уровень и побороться за победу. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. По мнению специалистов, сложившаяся экономическая ситуация в стране подвигла россиян заниматься приусадебным хозяйством. Больше 26% жителей заявили, что огород для них один из основных источников питания. Еще 18% рассматривают это занятие как хобби. Остальные на природе только отдыхают или выращивают цветы. Что еще произошло в нашей стране, расскажем далее. Град размером 2 сантиметра в диаметре выпал в Краснодарском крае и Адыгее. От непогоды в Адыгее пострадало 8 домов, 2 машины и 1 человек. В Краснодарском крае повреждены 23 дома. Ранее жители предупредили о стихии. Сейчас есть вероятность подъема рек. Объявлено экстренное предупреждение. В Уфе похитили самый маленький памятник в России. Фигурка клеща, отлитая из серебра, простояла в городе более 2,5 лет. Насекомое обозначало важность каждой букашки в природе. Ее украли двое выпускников школы, скорее всего, из хулиганских побуждений. Подростки попали под камеры видеонаблюдения. Автор памятника пообещал восстановить фигурку. В Самаре построили его в 1898 году. Он дважды менял собственников, а в 1905 году новый владелец получил разрешение на строительство деревянной одноэтажной лавки, но вскоре подал другое прошение о строительстве каменного здания. Теперь постройку начала 20 века отреставрируют. Дом является объектом культурного наследия народов Российской Федерации. В победоносный май мы не перестаем говорить о наших ветеранах Великой Отечественной и тех, кто столкнулся лицом к лицу с фашизмом. О тех, кто выстоял и не сдался. Благодарим их за великий подвиг и мирное небо над головой. О своем блокадном детстве нашему корреспонденту рассказала Галина Николаевна Шаюк. Смотрим рубрику про людей. Бомбежки, потеря близких, голод, блокада. Кажется, пережить все это маленькому ребенку не под силу, но тогда в 41-м война не спросила разрешения. Страшной бедой она ворвалась в жизнь трехлетней девочки Галины. Тогда вместе с семьей она жила в Ленинграде. У нас была большая семья. Отца тут же взяли на фронт. Вот он воевал на Ленинградском фронте. Даже какое-то время общался с нами, потом, конечно, нет. Но его очень быстро убили, потому что была такая страшная война. Тем более, Ленинград уже хотели захватить, хотели из нас уничтожить и повеселиться в этом городе красивом, замечательном. Это город моей юности. Затем умирает от голода брат. Мама, изможденная и обессиленная попадает в больницу. Галину определяют в детский дом. В детском доме я была пока была выживала моя мама в больнице. Потом маму выписали и нас эвакуировали. Вот так, знаете, в поезда сажали и увозили. 872 дня длилась блокада Ленинграда. 611 дней город находился под артобстрелами. 97% населения города скончались от страшного голода. При первой возможности Галина с мамой эвакуировалась в Рязань. Мы приехали к ним в Рязанскую область. И вот я помню, во-первых, помню, это моя до сих пор незабываемая впечатление, это когда можно что-то есть. Это вдруг все есть. Что-то можно. Вот, и мама за счет больницы она выжила. Выжила, и мы с ней там какой-то срок были. Потом, конечно, вернулись в Ленинград, когда уже можно было, когда уже разрешали въезд. Несмотря на пережитое горе, родной город навсегда остался в памяти как самый красивый и родной. Там прошла юность, там Галина получила образование, профессию, встретила любовь. Тогда мы все жили одинаково. Я не скажу, что плохо. Трудно, трудно. Тут около жизни, что ли, послевоенный. Мы были счастливыми, что не стреляют, что живы те, кто вернулся. В этом уже было счастье. И для счастья действительно многого не надо, уверена Галина Николаевна. Рядом два сына, шесть внуков, правнуки. О детских ужасах блокадного Ленинграда вспоминать не любит. Ценит каждый день и благодарит за победу и мирное небо над головой. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Аргентине палеонтологи обнаружили останки огромного динозавра. При жизни около 90 миллионов лет назад он был в длину примерно 30 метров и весил около 40 тонн. Из размеров костей исследование останков для ученых стало нелегкой задачей. Окаменелости оказались настолько тяжелыми, что при перевозке привели к дорожно-транспортному происшествию и даже сломали асфальт на дороге. Что еще интересного произошло в мире, смотрим далее. Ученые обнаружили скрытую главу в Библии. Они исследовали рукопись Евангелия от Матфея, которая хранится в библиотеке Ватикана. Скрытая глава была затемнена более 150 лет назад другой частью текста. При помощи ультрафиолетовой лампы специалисты проникли сквозь новые слои и увидели предшествующие версии. Оригинал 12-й главы скрывался под тремя новыми слоями. В Австралии менеджер бара нашел в ящике своего стола ромбического питона. Это не ядовитый вид, но тем не менее он сразу же позвонил в службу по отлову змей. На вызов приехал специалист, он осторожно поместил змею в мешок и отнес в лесистую местность, где выпустил на волю. В Италии на 59-м году жизни скоропостижно скончался британский актер Рэй Стивенсон. Он почувствовал себя плохо в минувшую субботу и его отвезли в больницу. В понедельник состояние звезды ухудшилось, врачи оказались бессильны. Рэй Стивенсон родился 25 мая 1964 года. Он известен ролями в таких проектах, как Король Артур, Каратель территория войны, Дивергент и других. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет пасмурно и небольшой дождь. Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла, ночью около плюс 14. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82 процента. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в нашем информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцами происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Ну а с вами были Наталья Гончарова и Полина Толмачева. Мы желаем вам всего самого доброго, удачного рабочего дня и хорошего вечера. И увидимся с вами завтра в это же время на телеканале ОТВ. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова